На календаре 1 января, но это не повод отдыхать тем, от кого зависит комфорт и благополучие жителей Щелковского района. Вот Алексей Валов первый день Нового года провел на рабочем месте. И некоторые из его заместителей тоже. Проверил, как работают городские службы. Не все указания оказались выполнены. Какую задачу-то ставили? Елочный базар убрать. Ну кто 1 числа торгует елками-то? Все, Новый год закончился. Они должны быть убраны или вчера. Больше половины елочных базаров по городу убрано. Информация была оповещена для предпринимателей. Так что сегодня проконтролируем и уберем. А сколько их было? 25 по Щелковскому району. Положение дел в районе в дни новогодних каникул Алексей Валов оставил на ежедневном личном контроле. Это касалось всех сфер, в том числе ЖКХ. Никаких серьезных ЧП за это время, по счастью, не случилось. И это благодаря своевременной предупредительной работе. В частности, на ключевых инженерных объектах межрайонного Щелковского водоканала. О честных сооружениях и КНС «Соколовская», которые некоторое время назад вызывали серьезное беспокойство. Многие годы на объектах водоканала проводились только поддерживающие работы. О модернизации речи не шло. Жители хорошо помнят проблемы 2014 года с очистными сооружениями. Минувшей осенью была чрезвычайная ситуация и на канализационно-насосной станции «Соколовская». Вышли из строя насосы. Была угроза сброса в клязьму с точных вод. Мы своими силами отремонтировали два насоса, запустили их в строй. На сегодняшний день станция «Соколовская» работает в штатном режиме. Новогодних праздников, слава богу, мы отработали все четко и дальше будем работать в том же режиме. Увидел, что и там, и там ситуация штатная. Проблем нет. Для нас это вполне допустимый вариант развития событий. В наступившем году на КНС «Соколовская» и других инженерных сооружениях системы межрайонного Щелковского водоканала продолжатся работы по модернизации. В том числе район рассчитывает на помощь областного правительства. Что касается мониторинга работы объектов ЖКХ, то он продолжился и в последующие дни. В любом случае профилактика нужна. Контрольный объезд от профилактика, чтобы люди понимали, расслабляться мы им не дадим. Поэтому они, сейчас я говорю, по своему народному радио распространят информацию и завтра мы уже поедем в другое место. В теплосеть съездим, посмотрим, как работает. В электросеть заглянем, есть ли дежурная служба на месте. То есть до конца праздников люди должны работать с полным напряжением и отдачей. Потому что остальные все отдыхают. Отдыхали в праздники и строители. На вполне законных основаниях распоряжением губернатора все работы на стройплощадках были приостановлены. Тем не менее, Алексей Валов и его зам по строительству Никита Никулин посетили ряд объектов. Сегодня на контроле руководителя района проблемные объекты строительства в поселке Литвиново, сельского поселения Трубинское. Многоэтажные дома номер 13 и номер 14 в поселке Литвиново построила компания «Сервисстрой». Один дом заселен, со вторым возникли проблемы. Хотя 84 семьи из 124 уже въехали в свои квартиры. В доме незапущенные лифты наблюдаются перебои с электроснабжением. Ряд помещений не готовы к вводу в эксплуатацию. Застройщику пришлось по ходу строительства менять проект энергоснабжения. Соответственно, разрешение на ввод дома в эксплуатацию не получено. Тем не менее, Алексей Валов отметил позитивную динамику. Власти поселения также заинтересованы в том, чтобы все работы на доме номер 14 были поскорее завершены. Совсем другая ситуация на стройке объекта с громким названием Литвиново-Сити, он же ЖК Трубино. Это огромный жилой дом на тысячу квартир. Срок сдачи истек в конце прошлого года. Однако за два месяца, прошедшие с момента прошлого визита Алексея Валова на объект, работы практически не сдвинулись с места. Положительно отмечено лишь то, что к дому подведены коммуникации. Больше ста жалоб отдольщиков поступили в районную администрацию за последние дни. Люди требуют от властей вмешательства в ситуацию. А представитель застройщика упорно утверждает, что проблем нет. С текущего момента до конца года, до конца 2017 года, дом будет сдан и введен в эксплуатацию. Однако обещаниям данного застройщика районные власти уже не верят. Будем держать на контроле. И вот с Никитой Александровичем мы проговорили, если вдруг ситуация будет развиваться, мы не управляем направлением, то, соответственно, примем уже административные меры. И в соответствии с законом, конечно же, сделаем все возможное, чтобы люди не пострадали. В канун праздника Рождества Алексей Валов проверил, как приводятся в порядок территории близ храмов и учреждений культуры. Дороги и тротуары должны быть очищены от снега, при необходимости обработанные песком и реагентами. Эта работа особенно актуальна после прошедшего накануне снегопада и ударившего затем мороза до минус 25-30 градусов. Постоянно у нас есть как минимум 10 единиц техники, работает постоянно. В случае снегопада привлекается еще до 20 единиц техники, то есть выходят дополнительные смены и все в авральном режиме работают. В таком же режиме организована работа во всех городских и сельских поселениях. Сотрудники дорожного управления старались оперативно отрабатывать жалобы граждан на горячую линию администрации и портал Добродел. Через понижение температуры никто не отменял наши все массовые мероприятия культурно-развлекательные, поэтому поехал, посмотрел, проконтролировал. Проверил, увидел, работы идут, все будет готово. Делаем вывод, даже в празднике жители могут быть уверены, что ситуация в районе остается под контролем. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Сергей Василевский, Михаил Черепанов, Александр Оржевский. Телерадиокомпания «Щелково».